Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня шоумен, актер, переводчик Андрей Бочаров. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Звоните нам, также звоните из-за рубежа код плюс 371 и пишите по WhatsApp 230 6191. В одном из интервью, в одном из последних ваших интервью вы сказали о том, что сатиры в России сегодня полностью нет. Ну, это одна из причин, почему вы переводите американские юмористические шоу. Какую функцию, на ваш взгляд, все-таки сегодня выполняет сатиры и юмор в России? Это развлекательная функция или что-то большее или что-то меньшее? Ну, сатиры функция и развлекательная, и воспитательная. То есть, те, на кого это сделано сатиры, они могут посмотреть на себя немножко со стороны и увидеть, как они там могут забавно, смешно, глупо, нелепо выглядеть. Ну, а для публики, конечно, это некий такой выдох, когда все вот это вот, все серьезно, все мрачно, все решительно, то вот какой-то взгляд со стороны, тот же с юмором, он помогает смириться и дальше жить со всей вот этой вот бойдой, которая происходит в мире, в стране, там, в районе. Ну, а что в России сегодня? Это я мрачно как-то ответил, на самом деле. Ну, что как раз вот в России с этим выдохом? Есть он? Ну, мне кажется, что в России вот традиция просто сатиры как-то прервалась. Ну, она была такая мощная, еще советская, когда люди владели языком и насказания, такая школа восточного намека была, а потом как-то резко это все обрывалось. И сейчас люди под свободой слова и под, как бы, свободой выражения в основном воспринимают возможность, там, оскорбить власть, ну, не о власти, о власти мущих говорим, но о каких-то... Обычно они объектом сатиры становятся. И, как бы, вот уже непонятно, это сатира или просто желание, там, уколоть как-то за какие-то свои обиды. И, в общем, той сатиры, которая, как бы сказать, вот как я ее понимаю, как я ее вижу вот в этих англо-американских шоу, у нас, конечно, нет. Я пытался что-то в СП делать, это было очень давно, и уже неправда. А на мой взгляд, почему все-таки произошел этот слом, почему традиции, которые ведь были заложены еще даже до советского времени, можно вспомнить, Салтыкова-Щедрина, почему они так быстро прервались и закончились? Вот для меня это тоже загадка, то есть прервались они совершенно очевидно где-то в начале нулевых. Я не знаю, интересно вам вашим слушателям про это слушать, это уже там дела давно минувших дней, когда довольно там быстро, за два года поменялись руководство практически всех телеканалов в России, и как бы была выдана новая повестка, где в сатире, собственно, места не оставалось. Тем более, тем более вот та сатира, которая тогда была, то, что называлось сатирой, там, куклы, по-моему, это такие, знаете, такие резиновые трупы ходили и что-то такое говорили, блин. Ну, это, конечно, ужас, а не сатиры. То есть она функцию изливания желчи выполняла какую-то, наверное, а вот как бы функцию вот этого выдоха, как-то, она, по-моему, наоборот нагнетала. Я не за то, что там закрыли эту передачу куклы, я не за то, чтобы закрывать, как говорил Мао Цзэдун, пусть расцветут сто цветов, но просто по моему мнению, вот, ну, я имею право на собственное мнение, вот, сатирой было то, что, там, я немножко делал в ОСП, и вот примерно то, что сейчас с огромной традицией, с огромным опытом, багажом делают, там, несколько американских телешоу, и это выполняет социальную функцию, то есть это снимает напряжение, то есть как бы обидно ни казалось это объектом сатиры, но все равно это полезная, полезная вещь. Ну, вот о социальной функции и о своем мнении вы сказали, насколько обличение тех или иных каких-то, может быть, политических событий, которые происходят в стране и демонстрация своей личной точки зрения, своего мнения, это нужно юмористу, как вы считаете? Это нужно, то есть это вопрос, как бы, насколько, но мы живем в этом мире, и она не может, этот мир не может состоять только из, там, тещи, зятя, там, блондинок, каких-то ситуаций на дороге, каких-то, там, ну, вот этих всех бытовых картинок, хотим мы этого или нет, там, каждый утюг, каждый тапок кричит нам о том, что происходит в мире, кто-то пытается, вернее, не кто-то, а практически все пытаются, там, нашим сознанием манипулировать, и вот чтобы эти вот немножечко ниточки манипуляции отпустить от мозга всех, нужно на это немножко посмотреть под другим углом, угол с другой точки зрения. Вот в этом смысле сатира – это просто идеальный инструмент, чтобы чуть-чуть у людей мозги, ну, не закисали, что ли, там, их не захватывало какое-то, там, отчаяние, депрессия. Это я только свою точку зрения говорю, это ровно, как я думаю, то есть я не хочу говорить, там, за кого-то или обобщать как-то, что вот так вот нужно в нашем обществе. Это только лично моя точка зрения, то есть лично мой взгляд. Американский юмор, и вот когда вы стали переводить ролики, американские шоу, они ведь стали очень популярны в русском сегменте Ютуба. Ну, конечно, я же их на русский перевожу. Именно благодаря, в том числе, и вашей озвучке. Вот этот юмор все-таки получается интернационален, мы смеемся над тем, что смешно, и нет каких-то особых национальных таких предпочтений. Есть особые национальные предпочтения, но они одинаковые у каждой нации. То есть все мыслят стереотипами. То есть мы мыслим стереотипами об американцах, об итальянцах, о латышах. Американцы мыслят стереотипами о русских. Есть у них стереотипы о латышах, об ирландцах. Но это вот то, что самое общее и то, что самое разное у нас. А так, в принципе, любая сатира, она начинает как бы с каких-то точек здравого смысла рассматривать ситуацию, видит в этой ситуации нестыковки, и это находит смешным. — В американском юморе нет попытки унизить представителей другой национальности, но мы можем вспомнить русскую традицию, например, Задорнов, который говорил о том, что они тупые, и, в общем, это было смешно для русского человека, потому что, наверное, там можно было найти некое такое возвышение себя. Вот в американских шоу, в частности, в ролике, который вы переводите, я этого не заметил. Там есть юмор в отношении русских, но нет унижения. Вот как с этим обстоят дела, кстати? — Ну, мне кажется, что и вот в знаменитой фразе Михаила Задорнова «Ну тупые» это тоже не было как бы постоянной попытки унизить американцев. Это же некая маска человека, который не очень понимает то, что происходит, какая логика действий американцев, и проще обозвать их тупыми. Ну, мне кажется, что, во-первых, то есть не было у Задорнова этой интенции кого-то унизить, чтобы себя возвысить. Во-вторых, действительно, американцы при всей свободе слова очень аккуратно с этим обходятся, потому что у них хоть и поправка о свободе слова, но можно получить очень большие неприятности от разных общественных организаций. Ну и вообще это как-то не принято. Хотя вот стереотипы довольно, я бы сказал, такие обидные. Ну вот, кстати, ролик, который вы перевели с английского, где Путин говорит о том, что обязательно вмешается в выборы в 2020 году, и ведущий говорит как раз об особенностях российского юмора, русского юмора. Он говорит, что это угроза, это как особенность юмора национального. Вы согласны с тем, что это такая вот кемитальная? Ну да, с таким этим, да. Присутствует, да. Что угроза? Нет, это, как я говорю, стереотип. Вот когда появляются ролики какие-то с русскими, ну там в кавычках, персонажами с Saturday Night Lies, я просто не берусь переводить, потому что это просто чистое обыгрывание стереотипов. Там публика в зале смеется, но вот нам точно будет не смешно, и неинтересно, потому что у нас о себе другой стереотип, и мы совсем не поймем, почему это смешно. И вот в этом случае то же самое. Вот у них кажется, что русские это такие брутальные люди, которые там хлопнул водки и как-то так вот пошутил грубо, то ли пошутил, то ли угроза это была. Это стереотипы, они их используют. Это же довольно просто, там развесил ярлычки и просто вот на них и работаешь. И не надо там сильно заморачиваться там насчет юмора. Не знаю, я бы, может быть, так же делал бы. То есть в какие-то моменты, где просто нужно там выдохнуть и засмеяться, то есть использовал бы стереотипы. У нас звонок, радиослушатели на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Ольга Ушакова. Да, Ольга, здравствуйте. Меня Андрей зовут. Ага, Андрей, вот вы знаете, кукол Шендеровича, но вот наша семья, она бы принесена была, порой были такие интервенции в этом плане, что шедевры. Это был высший, кажется, пиротаж. И очень-очень жаль, что этот человек так был скинут, такого... Шендерович? Да, Шендерович, представьте себе. Вы же знаете, люди творческие где-то, которые на одном поле работают, они очень резно друг к другу относятся и не любят творчество. Я к Шендеровичу отношусь как просто к шипящей змее. Да, Ольга. Подождите, он стал, он стал такой шипящей змеей, потому что... Да, Ольга, можете поближе к микрофону, мы вас плохо слышим. Я, да, половину не разбираюсь, честно. Да, вот сейчас, Андрей, а потом городок, который великолепная была сатира во всех... Прекрасная. Согласен. Да, прекрасная. Вот именно. А сейчас такое, как говорится, людям-то хочется посмеяться, а творчества в этом отношении нет. И вот то, что вы, это вы, Шендерович, он сейчас другой. Это человека, когда у человека возьмут вот то, что его сокровенное, он может превратиться в чудовище, как и Шендерович. Да, задавайте вопрос. А сейчас, да, и вот сейчас я хочу вам задать вопрос. Конечно, вот это имеется популярность и так далее, американское, перевод вашего американского шоу, но это есть как-то следствие, что нет уже в России возможности, неужели другого, другого хода творчества, откуда, почему так все исчезло? Спасибо. Спасибо. Ну, как я и говорил, традиция оборвалась, потом я чувствую этот запрос на сатиру, вот просто как там еще какие-то мы делали на Ютубе какие-то маленькие ролики политические, с политической тематикой. То есть этот запрос точно есть на нормальную сатиру, не на каких-то стендаперов, которые там что-то такое пукнут и все, а на сатиру такого телевизионного качества. И ответить на вопрос, почему ее нет, я не могу. Вот просто, как бы, у меня нет ответа. Я даже предположить не могу. Я уже телевизор давно не смотрю и не сильно понимаю, то есть процессы, которые там происходят. А чисто для интернета это делать, ну, это нужен какой-то, ну, там, коллектив единомышленников, как минимум. Мне проще одному работать. Тем более у меня есть вот эта душа на переводы американского шоу, американских шоу, где и отличная сатира, и мне нравится работать головой, переводить. Извините, если это многословно. Не знаю, как ответить. Ну, следите за кем-то из российских юмористов. Все-таки вы сказали, что не смотрите телевизор, но, может быть, в Ютубе смотрите. Знаете, как ни странно, я КВН посматриваю. Ну, так вот, на Ютубе там, ну, перематываю, конечно, все эти там, что-то жюри говорит или еще что-то. Есть какие-то команды симпатичные, где вот там можно посмотреть пять минут. Иногда бывает смешно. Что КВН уже не тот, как некоторые говорят? Ну, он всегда был не тот. То есть, в 87-м году, когда вот, это уже сколько, больше 30 лет назад, когда мы туда пришли, он сразу был не тот, потому что тот был в 64-м, когда его придумали и нарисовали. Ну, вот Владимир Зеленский, как раз участник высшей лиги КВН в прошлом, недавно стал президентом Украины. Вы, кстати, как оценили эту новость? Да, нормально оценил. Единственное, что мне кажется, что он не президент, он играет в президента. То есть, вот я смотрю то, что он говорит или как он ведет себя с другими. Это, ну, я не знаю, я вижу, что это вот такая маска, где он там внутри себя какое-то, у него есть представление, как должен быть президент своего исполнения, и он вот так вот играет, там, переигрывает лицом, там, какие-то, ну, такое, как для 17-го ряда ДК жирнодорожников. 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефон на прямого эфира, звоните, задавайте свои вопросы, пишите в WhatsApp, 230-6191, и в Фейсбуке также можно оставлять комментарий под анонсом на моей странице. Ну вот Антон задает вам вопрос, в курсе ли Андрей, что он первый человек, который стал мемом в российском интернете после роликов Дэвид Блэйн, фразу «В рот мне ноги» знало больше людей, чем о самом Андрею, и спасибо за детство. Вот такой комментарий и реплика. Ну, за детство, пожалуйста, а вот он методику подсчета какую-то предоставил, что вот больше ничего нет в комментариях. То есть, это просто его мнение. Ну, спасибо за такое мнение. Ну, вы считаете, что стали мемом, вот то, о чем говорит Андрей? Ну, я как-то это наблюдаю, да. До сих пор вот я как-то по улицам же хожу, как обычные люди, я же не летаю, в метро езжу, то есть до сих пор как-то люди подходят, говорят спасибо. Ну, когда ваши переводы живут уже отдельно от вас, и даже становятся более знамениты, чем вы сами, вот как вы это воспринимаете? Да, ради бога, я, собственно, для этого и делался. То есть, мне славы какой-то вот такой, когда узнают, там, тыкают пальцем и кричат «соберись тряпком», мне ее ухватило уже, то есть я ее наелся. Еще звонок у нас, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Валерий Иванович Рига. Да, Валерий Иванович. Вот тут вот часто звучит фраза «нет статиры», ну, я, в общем-то, согласен. А почему? У меня есть на это ответ, он, конечно, сугубо такой личный, потому что сейчас все дозволено говорить. Я согласен с вами, вот эта все дозволенность, она и мешает. Нужно было головой работать, чтобы с одной стороны все поняли, а с другой стороны, чтобы приняли, была цензура. Сейчас этого нету, ляпай что хочешь, и все смешно. Да, какой вопрос у вас будет, Валерий Иванович? Это мнение было. Да, это реплика. Ну вот. Я, кстати, вот немного соглашусь, вот когда, еще помню 90-е, когда вот сатирики собирали огромные залы, потом вдруг сталом «все можно». То есть, и вот это искусство намека и насказания, оно просто перестало быть нужным. И что намекать, когда ты прямо можешь сказать? И вот сатира школы советская, она умерла. Сейчас, не знаю, как в Латвии, но в России тоже есть запретные темы, есть какие-то то, что лучше не трогать, нельзя там власть ругать, можно срок схлопотать. Вот, и, собственно, на таких вот ограничениях сатира может опять расцвести. Я не знаю, хорошо это или плохо, но это не мне судить. Но вы видели фотографии Владимира Путина в тайге? С грибами, конечно, видел, да. На ваш взгляд, это все-таки сатира в какой-то степени? Мне кажется, это могло бы стать совершенно нормальным объектом сатиры. И в этой сатире не было бы никакого намека на свержение существующего строя, и просто по-доброму посмеяться над человеком, который ходит «Ух ты, шишка!» Такое в лесу «Себе заберу!» Это вполне по-доброму, и даже так слегка ядовито можно было посмеяться, как они грибов объелись, например, с шоком. Зачем об этом не шутят в России сегодня? Камуали там, ну, это грибы тайга. Ну, кстати, как раз Иван Ургант, можно сказать, так завуалированно, если для кого-то было это понятно, может быть, для кого-то кто-то иначе это воспринял, но сказал, что Путин взял эту шишку, посадит ее около Кремля, и когда она вырастет, он скажет «С Новым годом, страна!» под этим делом. Ну, великолепно, да. То есть, все-таки вот этот завуалированный юмор, он продолжает присутствовать? Ну, мне кажется, да. Я просто, ну, не смотрю Ивана Урганта при огромном к нему уважении и к его работоспособности и таланта. Я просто не могу смотреть «Вечерний Ургант», потому что, ну, вот, например, вы бы стали, вот если у вас рядом картина оригинала висит, и ксерокопия с нее такая размазанная, вы бы стали стоять вот возле ксерокопии смотреть. То есть, поскольку это все сделано, там, заимствовано с этих американских вечерних шоу, я вот, ну, мне не очень приятно это смотреть, поэтому я не смотрю. А если что-то такое появляется, то, ради бога, хорошо, здорово. Но репродукция может быть качественной и достойной внимания, как вы считаете? Надо свое придумывать. То есть, есть все-таки какие-то вещи, когда не надо изобретать велосипед, то есть, то есть, сам факт вечернего шоу на живых зрителей, обсуждение в эмористическом ключе каких-то событий дня и недели, а там приемы, вот, целые, там, цельно тянутые, ну, вот, можно постараться и самим придумать. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, потом мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем это вечер... Хотел сказать, вечерний интерактив. Нет, на самом деле, эта программа «Абонент доступен». День в Риге, день в Москве, и мы сегодня работаем в обычном режиме. Анна Смирнова работает в студии. Да, Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. На прямой связи по скайпу с нами сегодня шоумен-переводчик-актер Андрей Бочаров. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте еще раз. Привет всем радиослушателям в Латвии и вообще где слушают. И в окрестном. Вы извините, что я, может быть, вот в первой части такой показался, такой, может, немножко злой. На самом деле нет, я просто старался как можно точнее на вопросы отвечать. То есть я не старался пошутить. На самом деле я добрый, так сказать. Ну, наши радиослушатели наверняка подключатся во второй части. Звоните нам 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефону прямого эфира в нашей студии. Вот вы у себя в социальной сети выложили выступление в Инстаграме, если я не ошибаюсь, Греты Тунберг на Генассамблее ОНС с русским переводом. Ну да, вот это. Довольно жестко так это сделано. Может быть, после чего реакция ваших подписчиков была неоднозначной. Кто-то написал, что я отписываюсь, что я разочарован, что мне стыдно. Кто-то, наоборот, воспринял это с одобрением и сказал, что это очень смешная такая шутка. Вот для вас мнение ваших поклонников, тех, кто подписан на вас, оно имеет значение, реакция? Вы знаете, с одной стороны, конечно же, имеет значение. Конечно же, я стараюсь читать все комментарии. Но, с другой стороны, я уж точно не буду идти на поводу там. То есть, ну вот у меня такое чувство юмора. Вот мне такое кажется смешным, забавным, интересным. Ну вот из-за того, что там 100 человек отписалось, я не буду какую-то трагедию делать. То есть, хейтеры на вас не могут повлиять? Хейтер с гонок хейт, как говорит и поет великий философ современности и певица Тейлор Свифт. Ну, как вам кажется, есть ли темы, на которые нельзя шутить? Может быть, в данном случае, если мы говорим про греху, там... Я не чувствую ограничений. Единственное, что, например, есть какие-то темы, где вот можно людей там обидеть и поранить. Темы текущих военных конфликтов, например. Ну, просто не хочется. Лучше, если у меня есть что-то смешное, по этому поводу, лучше я там в кругу друзей и семьи пошучу. Да, то есть, у меня есть ограничения, там, религия, вот, темы войны, смерти, каких-то таких болезней. Вот я стараюсь, то есть, не шутить и, там, не выкладывать. Ну, во всяком случае, с войны устами. Если эта тема затрагивается в каком-то, там, американском шоу, я добросовестно перевожу. А смерть, на ваш взгляд, она может быть смешной? Вот, если рассматривать с такой точки зрения, можно вспомнить фильм «Смерть Сталина», например, юмористический фильм. Вот это шикарный фильм, если честно. То есть, он отлично сыгран, он при всей своей эксцентричности практически не на йоту не отошел от зафиксированной последовательности событий. Отличная актерская игра, вот, я не знаю, мне просто это, вот, просто отличный фильм. Года два назад, да, по-моему, он вышел? Ну, несколько лет. Да, в России не одобрили этот фильм. Ну, Россия большая, то есть, есть организации, где, может быть, и не очень много членов, но которые научились говорить так, что их слышат. Ну, вот, наверное, какие-то там почитатели Сталина, они вот взяли себе труд и научились говорить так, что их слышат, и вот им не понравилось. Они молодцы, если сумели, там, донести свою точку зрения. У нас есть звонок еще. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Можно, пожалуйста, поближе к микрофону, мы вас очень плохо слышим, Андрей. Сейчас, Андрей, существует довольно много молодежи. Да, сделайте потише радиоприемник. Что это? Много молодежи. Значит, существует великое множество голливудских, так называемых, молодежных комедий. Как вы думаете, это что, это юмор, это сатира, это глупость или это порт? Спасибо. Да, спасибо вам. Вот американский пирог сразу вспоминается. Ну, не знаю, американский пирог, это не 20 лет назад он вышел. Нет, я не берусь судить, во-первых, то есть у меня нет в голове сложившегося такого пакета голливудский молодежный юмор. Или, может, я не смотрю его. Ну, вообще, кино сейчас, если так честно говорить, оно очень сильно по смыслам проигрывает сериалам. И в основном это кино, это какой-то аттракцион, где все должно летать, бухать, там разрываться. То есть я кино не готов обсуждать, я мало смотрю, и не знаю, в общем, вы их жените, но не знаю. Еще звонок у вас. Сейчас, слушаю вас. Здравствуйте, мы вас очень плохо слышим. Да, добрый день. Да, добрый, как вас зовут? У вас в интернете, поэтому, Вовочка меня зовут. Да, Вовочка. Мы подписаны на вас и в Фейсбуке, очень нравится ваша особенность фишка с Лаврентием, вообще круто было. Заходила, когда вы читали эти новости, обсуждали их, ну, класс, просто ваш образ просточка-дурачка, извините, что так говорю. Ну, ничего, ничего. Да, значит, читая дальше какие-то комментарии, то, что пишут, как вы вот к этому относитесь, то, что пишут хотя бы там те же самые друзья с Украины, ну, просто там, выплескивают желчь очень-очень жестко. Как вы это пропускаете через себя? И задам еще один вопрос, задавал его вашей бывшей коллеге Татьяне, задам такое же самое. Вот сейчас самое главное, это самая ирония, быть, что у тебя будет. Вот пришли бы на прожарку, смогли бы вы там побыть? Спасибо. Спасибо вам. Ну, давайте начну с того, задевает ли меня комментарии там каких-то там упоротых, так скажем, ну, нет. То есть, если ты, если, я просто довольно давно в интернете и понял, что если человек вот таким образом там выражается, ну, он как-то хочет, не знаю, там, свои какие-то беды выплеснуть. То есть, почему это меня должно, там, какие-то незнакомые люди, которые пытаются меня оскорбить. Почему это меня должно вдруг взволновать, разозлить. То есть, я никак к этому не отношусь. Хотят высказываться в таком виде. Мне кажется, большинство из таких высказываний, оно просто показывает уровень эмоциональной и умственной взрослости пишущего. А второй вопрос был... Что касается самой иронии и прожарки, готовы ли вы пойти на такой сцене? Знаете, я в курсе, что Жан Прожарка стылили с Comedy Central американского, которое там Джастина Бибера видел. Вот сейчас только что вышла очень такая жесткая прожарка с Аликом Болдином, еще штук пять каких-то видел. Вот на Тебу я бы пришел, и да, но вот опять же, какая-то ксерокопия существует в русском пространстве, цель натянутая, я просто не в курсе. То есть, на русский вариант не пошли бы? Я просто... Не, если пригласят, то просто тупо пойду и все, посмотрю, что там есть. Но я не знаю, что это. А пойти пойду. Я ничего такого не боюсь. Норманд нам прислал сообщение по WhatsApp. Мне 45 лет, скучаю по ОСП, 33 квадратным метрам, мастодонты. Было супер. Вот такая реплика. Огромное спасибо. Да, наверное, было. Ну, здорово, что это вот после стольки лет прошедших как-то люди помнят и находят там что-то смешное до сих пор. Скучаете, кстати, по ОСП, несмотря на то, что уже много лет прошло все-таки? Я скучаю больше по процессу творчества с единомышленниками, чем по конкретным, по этим передачам. То есть, просто с моими коллегами из ОСП мы там, вот по прошествии такого большого времени уже не единомышленники. Поэтому вот только в этом смысле ностальгия. Ну, не в плохом смысле, просто вот много времени прошлось, прошло, разошлись по идейным и каким-то взглядам на жизнь. Это нормально, это бывает. Ну, трудно расходиться, когда взгляды отличаются, позиции становятся разные у тех людей, с которыми вы раньше были солидарны во многом? Да нет. Это естественный процесс, это же не как развод с женой, деление детей. Ну, какие-то темы обсуждали, потом перестали обсуждать, потом видишь, человек вот высказывается так, а у меня другая точка зрения. Ну, что, я полезу со своим этим взглядом кому-то навязывать его. Как вы к пошлым шуткам относитесь, и есть ли границы, на ваш взгляд, пошлости в юморе? Я не рассматриваю шутки, то есть, не делю на пошлые и не пошлые. Есть шутки смешные, есть не смешные. К не смешным отношусь так, я над ними не смеюсь. А к смешным улыбаюсь, смеюсь, радуюсь. А как бы область действий этой шутки, там она ниже пояса, выше пояса, в области политики или в области, там, про наркоманов любят, это довольно неважно для меня. Что касается мата в юмористических стендапах, в каких-то шоу, да, выступлениях, он оправдан на вас? Это довольно мощный инструмент, мат. Если он применяется по делу и в нужном месте, в нужное время, то... Я баналисты, наверное, какие-то говорю, но так же все думают. Если просто материться, заменяя там слова какие-то, не находя слов, вместо запятой там бляхать и все такое, то, конечно, это неприятно слушать. У нас много звонков, расход-то линии. Здравствуйте, как вас зовут? Да, слушаем вас. Алло. Да, как вас зовут? Добрый день. А, ну вот я правильно, значит, позвонила. Это радио. Да. По каким вопросам можно к вам вот обращаться? Что вы имеете в виду? Я имею в виду вопросы там или личного характера, или что-то такое-нибудь. У нас сейчас формат программы, гость у нас по скайпу. Я знаю, по каким вопросам ко мне можно обращаться. По вопросам бега, например. То есть у меня есть такое хобби людей затаскивать в бег, как способ примириться со многой несправедливостью жизни, как способ оставаться здоровым, позитивным и так далее. По вопросам бега, да. Вы же первый марафон в 45 лет пробежали, если не ошибаюсь. Да, я в 45 лет пробежал первый марафон. 20-й в 53 года пробежал. И еще у меня как минимум 80 впереди, потому что я себе цель поставил 100 марафонов пробежать. У вас в Риге же, кстати, по-моему, есть марафон. Я так на него поглядываю, но пока вот не было еще повода. Обязательно приеду, на самом деле. Мне Рига нравится. Может быть, сделаю трассу более интересной, чем сейчас есть. Даже если эта трасса останется, я не в следующий год, но через пару лет обязательно приеду. То есть мы увидим вас на Рижском марафоне. Да. А победа, кстати, для вас важна в марафоне или главное участие, как говорится? Главное участие. Победа – это всегда над собой победа. И она приятная, эта победа. И она всегда ощущается, как победа. То есть мне, например, дни рождения, ну это так ловишь себя на таком ощущении, ну как-то совсем не праздник уже. Ну какой смысл? 50-й, там 53-й раз одно и то же. Что-то там, какие-то свечки на торте, задавать какие-то ненужные, нелепые подарки от друзей, которые потом неудобно выкидывать. А пробежав марафон, вот полное и в голове, и в теле полное ощущение праздника, такого прям восторга. Ну легкий вид разрабатывается, легче свечки задувать, если их много, кстати, на торте. Еще грелки рвать нужно. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Да, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Лев. Здравствуйте, пока еще у вас вечер уже в Риге. Да, темноте, 45 у нас. У нас, да. Понедельник начинается в субботу, видимо, поэтому. Да, слушаем вас. Может, задавали ваш вопрос, как помнишь? Да, пожалуйста, задавайте вопрос, мы очень плохо вас слышим. Да, ближе к микрофону, пожалуйста. Последняя песня Бориса Кременчукова. Вечерний М. Да, мы поняли ваш вопрос. Слушали ли вы песню Бориса Кременчукова «Вечерний М?» Нет. То есть я видел, что ее там люди пересылают друг к другу, там постят с каким-то этим... Ну, мне просто, как бы, я увидел название, а как бы... То есть какую-то творческую музыкальную составляющую мне просто неохота слушать. Ну, это вот... Ну, я не знаю. Не хочется потом быть... Разочарованным, хорошим музыкантом, который вот... Ну, нет, успел, я просто никак не отношусь к этому. Не видел, и... То есть у меня нет желания, не было желания кликнуть по этой ссылке, и... Ну, чего же приходится разочаровываться вообще? Ну, разочаровываться, прежде всего, в том, кто это вот поет. То есть вы считаете, артист не должен связываться с какими-то такими вот событиями? Сиюминутами. Да. Ну, это лично мое ощущение только. Я... Вот у меня нету каких-то вот лекалов и рамок, вот что кто-то должен, кто-то не должен. Ну, человек, который назвал вот так эту песню, ну, я не знаю. Ну, как-то это дешево, что ли. Звонок еще у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Так, сорвался у нас звонок. Еще раз напомню, телефон прямого эфира. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните на... Давайте я пока ваших слушателей... Вот, когда у меня будет следующий цикл ранкемпов в следующем сезоне, там, с мая по сентябрь, приглашу слушателей вашего радио приехать, поучаствовать в ранкемпе, а почитать можно где-то найти на моем аккаунте. Потому что из других стран ваших соседних постоянно приезжают из Литвы, из Эстонии, вот из Латвии еще, из Великобритании, США и так далее, Германии и Израиле, а вот из Латвии еще ни одного участника не было. А поясните, о чем идет речь для наших радиослушателей? Поболтать обо всем. Поясните, о чем идет речь для наших радиослушателей, чтобы они понимали... А, для радиослушателей... То есть я придумал и нарисовал такую штуку, где собираю, в общем, людей через Фейсбук, и мы едем в Сочи, и там профессиональный тренер, и мы учимся бегать. Кто умеет бегать, он как-то может продвинуться в своем этом здании, кто совсем не умеет научить, покажет. Отличное место, питание, проживание, все супер. Еще звонок тогда примем, так только что был и исчез. Как раз тот момент, когда мы решили... Таинственно пропадают у нас сегодня звонки. Да, слушаем вас, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Как вас зовут? Александр, можно вам задать гостю провокационный вопрос? Задавайте, делайте потешенный радиоприем. Как он относится к своему президенту и то, что Крым российский? Спасибо. Спасибо. Я к этому отношусь как к давности. То есть при всех там спорных каких-то цифрах за Путина проголосовало большинство населения России и просто с этим надо жить. Нравится он тебе или не нравится. Спи, моя красавица. И точно так же с Крымом. Ну вот так вот получилось. Коряво, не очень удобно. Ну а теперь вот Крым такой вот российский без... с ограничением по бизнесу, с санкциями на Россию и так далее. У меня родственники в Крыму живут, так что я не могу быть здесь объективным или беспристрастным. Вы вообще протестный человек? Если вам что-то не нравится в таком глобальном смысле, будете об этом говорить? Или считаете, что у него в этом нет смысла? Ну да, буду говорить. Ну вот, тем более, это же вот кунг-фу юмористов или там сатириков, они могут об этом как-то так сказать, что не просто пикселем быть на там картинке с квадрокоптера согласованного митинга, а как-то высказаться и быть услышанным. Еще звонок у нас. Здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте. Мы, к сожалению, не сможем к вам в Крым приехать. Не в Крыму, а я в Уран-Кемпе, у меня в Сочи. В Олимпийской деревне. В Сочи это не Крым, да, сори. Туда можно приезжать совершенно спокойно. Вопрос другой. Бегущий банкир, ютуб-канал смотрели такой? Как вам нравится вообще такой фонд? И может быть, был ли смысл вам тоже делать, ну, примерно, такого рода проект? Какой проект, еще раз? Бегущий банкир на ютубе есть паренек. Бегущий банкир. Это фактически то же самое, что вот ваш гость. То есть он пропагандирует свой образ жизни через бег. И всевозможные встречи, всевозможные мероприятия, даже если человек делает какую-то сделку, он перед ней пробегает там 15 минут в определенном режиме и то же самое заврекает как можно больше туда народу. Да, спасибо. Ну, я делаю то, что я делаю. Для меня вот эти ранкемпы, это довольно такое время затратное мероприятие. Я его делаю не для того, чтобы там заработать какие-то деньги. И бегущий банкир пусть бежит. Вот я больше 20 ранкемпов уже провел. То есть это вот ровно то, для чего вот это мое хобби получает реализацию. Плюс это некий, так скажем, некий долг перед обществом. Не назвал это благотворительностью, хотя с моей стороны это просто бесплатно этим занимается. Вот так. То есть бегущий банкир пусть бежит. Вы знаете, есть такие вещи, где можно просто пережать. Например, вот помните, такая была бешеная сушка. Вот в таких вот вещах нужно довольно там осторожным быть. А вдруг это там навредит сердцу или там еще что-то. Я просто увидел пару человек, которые там выходили из машины. Им нужно было там снять какие-то свои упражнения. А потом с белыми губами трясущиеся просто возвращались в машину. Через 5 минут там блёрпи какие-то сделали. Ну, то есть по моим понятиям это там вредно для здоровья. То есть вот так вот. Еще сообщение, которое мы активно получаем по Фейсбуку. Ирина благодарит вас. Спасибо, что растите особого ребенка и отдаете ему много сил и души. У меня ребенок, конечно, особый. Я его дико люблю. Я его ращу. Но я так понимаю, что она меня с кем-то перепутала. Еще Ирина... Я полностью здоровый, прекрасный малыш. Очень активный. Опережающего развитие физического и общественного. Три года вот ему недавно исполнилось. Еще Ирина, другая уже Ирина, написала. Вот это подарок. Спасибо за интервью с вами, кстати. И так к вам относятся тоже. Кстати, ваша медийность, она помогает вам в жизни? Узнаваемость. Вот вы сказали о том, что славы вы вкусили. В общем, больше не надо. Но тем не менее, то, что вас узнают, то, что вас знают... Во-первых, эта узнаваемость и медийность, она обеспечивает мне какую-то, так скажем, небедную и легкую по меркам других жизней. То есть, мне надо вставать в 7 утра, пилить куда-то на работу, под каким-то начальником долго работать. То есть, вот там медийность и известность, она позволяет мне выступать на частных вечеринках. Ну, какие-то такие не очень трудозатратные, но энергосберегающие. Денежные виды работы. Хотя, конечно, к этому отношусь так, к тому, что должно пройти. Спасибо вам, что нашли время и вышли в прямой эфир программы. И вам огромное спасибо, что нашли время и... Да, Андрей Бочаров был гостем программы, шуман, переводчик и актер. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Спасибо, до свидания.